Так, ну продолжим. Опять я сегодня в маске, в этой красивой, с блёсточками. Мне прям захотелось её опять нацепить. Скрываюсь от неуверенности в себе. На чём мы с вами остановились? Мне там вопрос про чувства был, и девочка сейчас в личку написала, что как почувствовать заботу, чтобы обо мне заботились. Как это почувствовать? Как это почувствовать? Никак. Вам нужно заботиться о себе. Начните о себе заботиться, и тогда внешний мир, как проекция, в зеркале будет делать то же самое. Вам нужно заботиться о себе. То есть делать, что вам хочется. Что ещё такое для вас забота о себе? Напишите себе список. Начните это уже делать для себя. Я хочу, чтобы вы не заботились о чувстве недостатка заботы к себе. Поэтому мы хотим компенсировать внешним то, что внутри себя не хватает. Мы привыкли хотеть всё внешнее только для того, чтобы, блин, как вампиры питаться этим всем внешним, от нехватки внутри себя этих чувств. Как дать эти чувства? Ну так, блин, что хотите-то? Заботы хотите? Ну так позаботьтесь о себе. Для меня забота о себе — это говорить, что хочу, делать, что хочу, кушать, что хочу, просыпаться, когда я хочу. Хочу сегодня — ленюсь. Хочу — не ленюсь. Хочу — работать — работаю. С чем может быть связано давление в области глаз и моргания? Никак не получается это проработать. А что вы чувствуете, когда вы... Когда вы чувствуете давление на глазах? Вам дискомфортно, наверное, давление чувствуете. Но где вы на себя давите? Что вы себе запрещаете? Подавляете свои желания? Подавляете... Не хотите на себя смотреть? Вам не нравится ваше отражение? А глаза — это еще и видение, да? Вы не хотите в себе видеть настоящую себя? Вам нужно одеть маски. Опять про маски? Блин. Везде маски. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте мы там остановились на серьезных темах в прошлом эфире. И эти серьезные темы я решила сейчас озвучивать, потому что первый час мы просто болтали ни о чем. Пришла весна и пришла аллергия. Все началось сначала. Аллергия. Непринятие. Нелли, ты сегодня такая красивая. Спасибо. Это все фильтр, это не я. Такая красивая красота в кузах, смотрящего. Я сегодня одела на себя маску блестюшной девушки. Видите, все блестю. Подавленные чувства. Ну вот, что с подавленными чувствами? Давайте поговорим. Что вы себе не позволяете? Напишите себе на листочек, что вы себе не позволяете. А на другой листочек напишите, какая вы. Ну вот, напишите. И что вам не нравится. Это вы и подавляете. Я вот такая. Ну, ограничьте себя в ограничениях. Вы же всегда это делаете. Я хорошая. Я правильная. Я хочу быть нормальной, умной, богатой, честной, доброй. А все остальное вы подавили. Но вы имеете вообще все. Все чувства ваши. Вы любая, любой. Но вы хотите видеть только одну сторону. Чтобы люди вокруг вас, ваши все персонажи, ваши жизни видели только у вас одну сторону, одну грань. Вы не позволяете себе целостность. Не позволяете себе злость, агрессию. Вы подавляете много чего. Играете разные маски, роли и настолько в них вжились, что вам кажется, что эта роль, которую вы играете, она ваша настоящая. Хотя это просто роль, это ваша игра. Или я не работаю. Учусь жить по-новому. На работу ни-ни-ни. Почему? Работа – это очень классно. Можно найти себе по душе занятия, заниматься. Почему ни-ни-ни? Зачем вы ее так? Я вот много работаю. Даже когда не хочется. Иногда работаю. Потому что это моя такая работа. Я ее люблю. Но иногда не хочется. Стараюсь жить по радости. Делать, что нравится. Не ради денег. Деньги и так могут прийти. Да, могут. В конце вопросов не ставьте. Всегда в ваших вопросах ставьте восклицательный знак. Потому что всегда отвечаете в вопросе на себе. Прям ответ даете. Я выиграла тут в конкурсе 4000. Вроде все меняется. Когда вы специально ничего не меняете, но все меняется. Но когда вы пытаетесь все менять, ни хрена не меняется. Нелечка, разберите в себе свою мигрень и другим помножите. Ох, какие вы! Вот какие вы! Схитренькие! Сами разбираться не хотите. Вам вынь да положь. Все за вас расскажи, покажи, все сделай, проживи. Униции такие. Прям. У меня сосед с утра до вечера курит траву. Ну классно. Вы же знаете, что он не должен курить. Ну вы знаете. Вы за него решили, что так нельзя. Поначалу это веселило, теперь раздражает. Это я убегаю от реальности. Да. Ставьте восклицательный знак в конце. За место вопроса. Но вы зачем-то решили, что это неправильно. Почему? Дайте каждому жить своей жизнью. И тогда сможете, позволите себе жить так, как вам хочется. Но вы не можете себе позволить жить, как хочется. Потому что другим не разрешаете. Хватит вам. Какой плохой. Нельзя ему курить. Ну я-то знаю, что нельзя. Но это ж так плохо. Ужас. Очень нежная, красивая, блестящая. Камиле, спасибо. Я сегодня как фея. Да. Сжабо. Жизнь после твоих видео на YouTube про деньги разделилась на до и после. Благодарю. И я вас благодарю, что смотрите. А как позволить? Вот агрессию или злость прожить. Но эмоции впереди летят. Как позволить? Подойдите к зеркалу и скажите. Я себе позволяю. Это неплохо, это нехорошо. Это просто мои чувства. Но если вы их подавите, они вылезут в виде уплотненной формы в вашем теле. Болячки какой-то. И боль. И будут очень болеть. Болеет не ваше тело, болеет подавленное чувство в уплотненной форме внутри. Все, что вы подавили, все вам сигналит через тело. Ну, один раз поорали. Ну, второй раз. На десятый, на двадцатый раз, когда каждый раз будете получать по голове, подумаете. А может не стоит орать, может пойти подумать. Почему я агрессирую? Почему я ответственность на другого человека переложила? Ну, вы когда агрессируете и злитесь, вы в это время что делаете? В это время хотите найти виноватых. Обвинить кого-то. Ну, потому что я же правильная, чистенькая, хорошая. Я-то знаю, как надо жить. Но вот они не знают. Вот. Они делают не так, как я хочу. Все делают не так, как я хочу. У меня вот такие ожидания на жизнь. А они, блин, скотины все. Ну, не так делают, не так живут, как я решила. Я решила, блин, что вот так надо. А они вот такие плохие. Да. Как ощутить, что воспоминание – это нереально? Да никак не ощутить. Пока расширенного такого сознания. Как ощутить? Никак. Будет у вас расширенное сознание, оно будет ощущаться само собой. А пока просто решите себе. Ну, да, я знаю, было вот так. А не попробовать ли мне по-новому? Ну, вот было так. Ну, вот я уже это знаю. Мне неинтересно. Давайте по-новому понаблюдаем. Как может быть еще? Когда мы не знаем, все двери открыты. И может произойти что угодно. И не так, как вы знаете. Раз убедились, что уже по-другому. Два убедились, по-другому. Двадцать пять раз убедились, что по-другому. То, что вы знали. Если вы допустили себе не знать, а интерес проявили, как это по-другому. То на двадцать пятый раз или сто двадцать пятый раз вам уже не захочется вспоминать. И опять подтягивать из другой реальности здравствуй грабли. Нелли, работа нет. Работы нет, да? Потому что я только продавцом и админом могу. Не хочу. Ищу себя. Иду в соцсети. Слушаю тебя каждый день. Работы нет. Вот такой шаблон мышления. Работы нет. А для чего я хочу это знать? Вопрос. Что мне это дает? Вопрос. Либо еще такой вопрос. А вот то, что я знаю, мне вообще по кайфу? Нет. Ну, тогда, может быть, по-другому подумаем. Как оно сложится по-другому? Давайте интерес включим. Работы нет. Работы много. Вот. Вопрос. Зачем вам всю деятельность, любую в вашей жизни, которая вам интересна, наделять работой? Наделите ее творчеством. Работы нет. Вы не хотите, потому что работаете. Потому что это слово вызывает у вас чувство странное. Вот. Оно сейчас у всех вызывает странное чувство. Поэтому перенаделите слово работа в кайф, в радость. И тогда ее будет полно. Потому что радость-то вы хотите, получите. Когда вы что-то хотите, вы это получаете. Работы вы не хотите. Насчет соседа с травой. Я просто не могу уже дышать этим воздухом и запахом травы. Тошнит. А запахов во вне и нету. И звуков нет. Они в вашей голове. Что вы хотите себе этим показать? Почему вы хотите дышать таким воздухом? Для чего вы хотите такой дурманящий запах? Где вы себя одурманиваете? От чего вас уже тошнит на самом деле? Может быть жизнь такая тошноплодная? Пора менять. Ну как менять? С интересом понаблюдать. А как может быть по-новому? Всегда одно и то же говорю. Вообще ничего новенького. Потекла крыша. Ой, я когда это прочитала, у меня сразу представилось, что это моя крыша в голове потекла. Забился слив на кухне. Сосед машиной развалил забор. Что это со мной? С чего начать прорабатывать? Ну перенаделите, что это что-то плохое, но что-то хорошее. Это с вами трансформация. Рушится старое убеждение. Сейчас появятся новые. Вот. Перестройка у вас такая внутренняя. Почему нет? А вы сопротивляетесь этой перестройке. Забился слив. Это значит сопротивление. То, что вы не хотите расстаться со старым убеждением каким-то. Вот. Протекла крыша. Крыша – это то, за что мы прячемся. Какие ассоциации, может быть, с крышей. Крыша – это какая-то защитная штука внутренняя. Да. Ну то есть я внешнее перевожу на внутреннее. Чем мы создаем крышу над головой. Мы защищаемся от внешнего. Стенами мы защищаемся от внешнего. То есть ваша защита начинает ломаться. Ну, перестройка. Но вы не хотите расставаться со старым. Забился слив. Развалили забор. Стены ваши. Комфорт. Вы боитесь, наверное, выйти из комфорта. Мне кажется так. Ну, я могу ошибаться. Сейчас. Когда ты говоришь «дайте себе чувства», это значит прожить их. Да, это находиться здесь сейчас. Когда вы находитесь здесь сейчас, это единственный момент, когда вы можете наблюдать, что вы чувствуете. Это наблюдение. Наблюдать за собой здесь сейчас. То есть вы смотрите на внешний мир и при этом, щупая глазами, руками, запахами, слухом, щупая внешний мир, вы внутри себя немой вот этот вопрос задаете. А что я при этом чувствую? Ну и наблюдать за этим чувством. И когда вы наблюдаете за злостью, вы видите, что злости-то никакой нету, это просто такая вибрация в теле, которая вызывает приятную дрожь на самом деле. Но вы просто за этим не наблюдали. Очень болят стопы ног. Куда смотреть? Я прям как доктор сегодня опять. А что вы чувствуете при этом? Здесь комфорт. Не можете никуда идти. Хочется лежать и сидеть. Нежелание идти куда-то. А вы, наверное, куда-то хотите пойти. Интересно. Куда? Нелли, у меня виртуально есть всё. Виртуально есть всё. У нас виртуально вообще есть всё. А реально я банкрот. И мы реально все банкроты, потому что я даже сейчас сомневаюсь, что у нас есть тело. Я пытаюсь разобраться, пока не очень получается. Помните, мой пост такой был интересный? И я потом увидела его случайно, даже не пост, а видео случайно. Я увидела, как многие люди, которые давно на такие странные темы говорят, они тоже говорят про это же, про почтальона. Когда все наши желания, как только мы о них подумали, они уже исполнены. Как только наш фокус внимания туда. Но мы их вовне видим у других, а у себя нет. Он не может вам донести посылку, сконнектиться с вами и отдать ваше желание, потому что вас нет, вы не в себе. Вы в себе только в единственный миг здесь, сейчас, когда ощущаете себя, что вы здесь сейчас живёте. То есть ваши мысли не в будущем, не в целях, не в планах, не в воспоминаниях о прошлом. То есть вы не строите никакие иллюзии ни насчёт вчера, ни насчёт завтра. А живёте сегодня. И вот тогда ваши желания уже становятся не виртуальными, а вашими. Потому что вы есть у себя, когда тогда есть кому отдать вашу посылку с желаниями. Но это уже, блин, как для детей прямо рассказываю. Я уже не знаю даже какими словами сказать. А если я пытаюсь отмахнуться от человека, ну типа надоел, получается. Я от себя отмахиваюсь и он мне надоел. Ну типа получается так. От какой-то части себя. Ну не принимайте это всё. Но он надоел вам, вам что-то в нём не нравится. Как раз таки те подавленные чувства, которые вы не хотите чувствовать в себе. Спасибо за улыбку во время моего ответа. Попробую жить по-новому. Александра. У меня вопрос. Не покидает родителей. Неужели их не было? Да. Это только воспоминания. А если мы сами всё это создаём, значит я и свою маму могу оживить? Вопрос. Зачем вам оживить того, чего нет? Вряд ли вы это сможете сделать. Самое забавное, что у меня тоже соседи курят траву. Но я им завидую. Счастливые люди. Трансформация в прямом эфире. Александра. Класс. И люди не пахнут. Да? И люди не пахнут. Нету их. Получается, никто ничего не должен. Получается. А хочется, чтобы муж зарабатывал достаточно. Чтобы обеспечивал семью. Что не так? Куда смотреться? А зачем вам, чтобы он вас обеспечивал? Зачем вам достаточно? Да? А что вы на это хотите купить? То есть вы не хотите ничего делать? Сидеть как арбуз на грядке, чтобы вас поливали? Скучно. Вы не сможете так. Но когда вы изобильны внутри, вы видите в себе и красоту, и все чувства, и ничего не подавляете, ничего не гасите. Когда на вас нет масок, вы своему свету позволяете светить, как маяк далеко. И эта проекция киношки, она вся вам транслируется, как в зеркале отражение. Если вы подходите к зеркалу и улыбаетесь, отражение в зеркале вам улыбается. Если муж сейчас не зарабатывает, и у вас нет благ, которых вы хотите, это все от того, что у вас внутри вот этот недостаток сидит. Пока вы будете хотеть это извне заполнить, вы будете бесконечно с этим недостатком сидеть. Но когда вы не будете привязываться к мужчине, к собаке, к кошке, к родителям, к детям, как бы это ни звучало странно. Мы привязываемся, любая привязка ко всему, к еде, к воде, к кружке, любая вот эта привязка, она вам нужна для того, чтобы мы с этого что-то поимели, что-то почувствовали. Но если вы осознаете, что эти чувства первичны внутри вас, и они создают вот это внешнее, и начнёте эти чувства внутри себя рассматривать, не ждать, пока мне придёт мужчина и обнимет меня, и заботу мне даст. Пока вы себе сами эту заботу не даст, никто не придёт и не даст вам этой заботы. Но как только вы себе даёте, вовне это просто отражение, эта забота на вас падает. Как только вы внутри изобильны, и вам ничего, ни от кого не нужно, у вас всё есть, у самой. Вы есть у себя, вы есть у себя, это уже достаточно, чтобы быть изобильным. У вас есть ноги, у вас есть руки, у вас есть тело, у вас есть чувства, вы можете творить что хотите, вы просто есть. И когда вы чувствуете, что вам достаточно себя, то что вы уже живёте, и что у вас есть воздух изобильный, если вам этого уже достаточно, вот это чувство достаточности, оно как проекция вовне, проявляется вот этой изобилией, вот этим всем, блин, изобильным всем этим миром. Я не знаю, как ещё сказать. Но если вы хотите это не внутри себя найти, а вовне, то этот пояс будет, блин, бесконечен. Вы будете за уши это всё притягивать, но это всё будет постоянно ломаться. Вы притянете и богатого мужа, если вы хотите, чтобы он вас обеспечивал. При этом сами чувствуете себя несчастной жертвой, да, это будет ненадолго. И жизнь такая по-любому покажется вам каким-то адом, а не райом. Но как только вы чувствуете в себе это изобилие, что вам ничего не нужно, ни от кого вы эти чувства можете, вне зависимости от внешних факторов, в себе воспроизводить, тогда и муж богатый, и изобилие вот это вот всё, и любовь, и забота, и всё, что вы хотите. Но это только сначала себе даём, потом вовне видим, а не наоборот. А мы пытаемся всегда внешним всё это притянуть к себе, внешним, внешним. Оно всё время будет ускользать. Недостаток внутри порождает недостаток. Изобилие внутри порождает изобилие. Любовь к себе, внимание к себе. В зеркале в отражении будет любовь, внимание к вам. Ваше отражение будет улыбаться и любить вас, если вы будете себя любить, смотря в зеркало. Понимаете? Не может вам счастливый человек улыбнуться до тех пор, пока вы сами вот это счастье не будете осознавать. А счастье это вообще банально. Сейчас. Сейчас. Жить сейчас. Жить и кайфовать сейчас. Вот это счастья завтра нет, потому что оно только сейчас. А все ищут счастье. Поэтому его не находят. Кстати, только вопрос пропустила. Я чувствую унижение. Никак не могу трансформировать. Целый день с ним хожу. Второй. А оно ни во что не трансформируется. Наблюдая. А ему пофиг. Так же неприятно и больно. Оксана, зачем вы себя унижаете? Вообще, что такое унижение? Если вы бог, вы можете себя унизить? Ну, займите другую точку обзора, что никого нету. Блин, я бог. Я могу все создавать. Я могу чувствовать. У меня есть тело. Я не могу никак себя унизить и принизить. Как вы можете его чувствовать вообще? Ну, порассуждайте, что это такое. А если я не получаю оргазм с мужчиной, я с собой могу? Ступор. Не могу выдавить ни одного толкового предположения. Стыд. Это стыд. Надо работать с ним. Работы много. Нет желания работать там, где я могу. Повод. Ищите себе там, где вы не то, что можете, а от того, чего вы кайфуете. Поэтому у себя хочу найти те самые таланты. Хочется уже найти то, чтобы кайфовать и не спать, заниматься чем-то. Таланты, они в основном зарыты все в недостатках ваших. Недостаток – это то, что вам не достает. Вот там все ваши таланты, вся ваша сила, все ваши страхи. Там, где ваш стыд и там, где страшно, где стыд. Туда, куда больше всего боитесь пойти. Вот. То, что хотите сделать, но боитесь. Вот там вот и лежит. Блин. Все ваше творчество. Ну, не только там, конечно. Вообще везде есть. Во всем талант можно найти. По-новому просто пить воду – это талант. Талант в том, что вы еще не пробовали. Можно, блин, его во всем развивать. Начинайте с малого. Делайте каждое действие по-новому. И вы увидите просто, насколько вы талантливы. Как проработать стыд за свое проявление? Ну, пока вы считаете, что есть люди, которым есть до вас дело, вот, то вы его не проработаете. Но если вы займете точку обзора, то, что все люди – ваше отражение в вашем собственном зеркале, то о каком стыде может быть речь? Если каждый человек отражает вас. Если вам нравится то, что вы делаете, то вы будете нравиться всем. А если вас гнобят, значит, не все вам нравится то, что вы делаете. Значит, вы делаете то, что вы не хотите, то, что вам не нравится. Вы в масках это делаете. Я вот такой, я поэтому такой. Вот все вот так вот только делаю. Когда мы начинаем себя, естественно, вести, мы сами этого пугаемся. И поэтому люди вокруг тоже начинают пугаться. Но это временный эффект. Вот прям реально временный. Это маленький промежуток времени, когда вас начинают отрицать, и вы, там, кажетесь странным. Ну, примите в себе эту странность. Да, я такой, я уникальный. Вас люди пытаются переделать до тех пор, пока вы пытаетесь других переделать. Ну, то есть вы стоите и в отражении пытаетесь переделать ваше отражение. И говорите этому отражению, какое оно должно быть. Естественно, что в зеркале вам показано, что отражение начинает делать. Оно делает то же самое. То есть пока вы учитесь других, как они должны выглядеть, говорить, жить, курить им марихуану, не курить, колоться, не колоться, ругать правительство, не ругать. Пока вы их учите, что так делать нельзя, будут вас учить. Но вы, когда от других отстанете, отстанут от вас. Вспоминайте, что вы всегда стоите перед зеркалом. Внешний мир всего лишь проекция вашего Я. Просто вы сейчас задаете вопросы с позиции жертвы. Как нас учили, как мы привыкли, что внешний мир на нас действует. Но он на нас не действует, он вторично. Пока вы не поменяете свою точку обзора, вы не сможете выйти из этих вопросов и получить ответы. Потому что вы ждете ответы согласно тому мышлению жертвы. И новые ответы просто не вставятся в вас. Вам нужно выйти за мышление вот это вот свое. Я ни хрена не знаю. Так. А не занять ли мне точку обзора, что я творец, блин, вокруг меня никого нету. Вот как тогда на мир смотреть? Если вы понимаете то, что ваши чувства первичны, и ваш проектор в башке, и во вне проекция, киношка, которую вы транслируете сами своими мыслями, и вы во вне ничего не можете увидеть, кроме себя. Ну ничего. Все во вне говорит только то, кем и чем вы являетесь. Если вы займете эту точку позиции, любой вопрос, который бы вы себе не задали, вы всегда найдете ответ. Нет. Но сейчас ваши ответы лежат в области, что я жертву. Внешний мир – это внешний мир. Он влияет на меня. Погода влияет. Путин влияет. Страна влияет. Коронавирус влияет. Пока вы на том образе мышления, у вас не будет других ответов. Да, он влияет. Правда – она самоподтверждающаяся. Вы всегда найдете подтверждение своей правды. Во что бы вы не верили, вы всегда подтвердите вашу правду. И вы правы. Но это только одна грань целого алмаза, целой вот этой истины. Только одна маленькая грань. Вам нужно просто выйти и посмотреть на себя со стороны, точку обзора сменить. Интересно. А если бы я был бы творцом, тогда у вас уже ответы другие будут. Конечно, вы не можете их найти. Вы задаете вопрос из позиции жертвы, а ищете ответ с позиции творца. И у вас такой дисконнект. Не понимаю. У меня в декабре ушел любимый муж от болезни. Я прорабатывала его, но у меня не получилось. Сейчас так тяжело. Не знаю, как мне жить дальше. Но он никуда не ушел. Его и нету. Это ваши воспоминания. Вы переложили на него все, что в себе удержать не можете. Все, что в себе не принимаете. Все ваши чувства, весь груз переложили на персонажа. И он только в ваших воспоминаниях, которые придуманы здесь и сейчас. Когда он ушел, если вы это вспоминаете, вы себе вернули все эти части себя, которые вы на него переложили. Ноченько их в себе разглядывать. Но вообще с таким надо работать. Я вот сейчас у девочки мама умерла буквально на днях. Даже у трех. Вот. Они спокойные и с ними все хорошо. И они вообще нормально себя чувствуют. Вот. Но это, блин, в личке надо поработать. То есть цели и планы вообще не строить. Вы триллиарды раз в секунду умираете и меняете тело. Поэтому хотите – стройте. Но то, что вы строили и чего сейчас добились, этот опыт принес вам удовольствие, радость и все, что вы хотите. Если нет, ну как бы начните что-нибудь по-другому. Думать, делать. Вот. Ну а если ваши цели и планы вам по жизни всегда помогали, продолжайте. До меня это как бы бесполезное занятие. И я не призываю ее повторять за мной. Хочу встретить свою вторую половинку. Пытаюсь дать себе чувства, которые хочу получить от отношений. Вот. Но если ее здесь, сейчас этой половинки нету, значит признайтесь себе первое, что я желаю не иметь сейчас вторую половинку. Вы сейчас, даже когда говорите, что хочу иметь вторую половинку, вы подразумеваете, что вы не целостный человек, а половинчатый. Ну я сейчас так шаблонно говорю, по-тупому. Вот. Но очень много не хотите о себе знать. А появится половинка, придется изучать себя через него. А вы еще не готовы. Так получается понять свои желания настоящие, жить в настоящем здесь, сейчас, в радости. Так вообще все исполняться получается. Ну да. Только не ждите. Будете находиться в ожиданиях. Ну, как бы, ожидания будут всегда с вами. Вот. Принимать мир как есть. Да. Вот это женское принятие, тотальная любовь. Какие еще слова есть классные. Они все про одно. Наслаждаться тем, что есть, и не пытаясь это изменить. Соглашаться с тем, что все, что сейчас вы нафиячили в этом мире, это все продукт вашего желания. И вы хотели именно так, и никак иначе. Потому что, если бы вы хотели как-то бы иначе, было бы иначе. Тотальное принятие и любовь к себе – это принимать в себе творца. То есть, внутренняя женщина принимает то, что натворил творец, внутренний мужчина. Но вот внутренний мужчина, творец, внутренняя сила – это то, что вы натворили женщине внутренней. И нянь. Нужно принять то, что, блин, все, что я сотворила, я принимаю, не хочу это менять. Потому что я это сотворила. Как поменять то, что я уже сотворила? Оно уже есть, его уже не поменяешь. Можно просто каждый миг проживать по-новому, с интересом, и каждый миг будет меняться. Но не от того, что вы хотите это поменять, а от того, что вы, наоборот, не хотите это менять. Вот, блин, ну как это даже объяснить? Непонятно. Я уже много писала, на самом деле, постов на эту тему. Почитайте. Я не знаю, почему вы не заходите на канал статей у меня в Телеграме. Там куча статей. Вот все вопросы, которые сегодня были заданы, и вчера, и позавчера, на них есть ответы. Ну вот, меня прям развернуты, разложены по полочкам, прям за вас прожитые. Вот. Ну а я, в принципе, сейчас уже, пока говорила, нашла ответ. Почему? Потому что вы хотите свой опыт получить и сами до этого дойти, чтобы я не крала ваши инсайты. Ну, самому-то догнать интереснее. В моем мире меня нельзя не любить. Конечно. Значит, все будет так, как я хочу. Пока люблю себя, я буду получать желаемое. Да. Теперь осталось понять, как любить себя. Все пошла курить с соседом, чтобы расшириться. Анастасия. Желаю вам классно поржать. Нелли. Когда я становлюсь комнатой или воздухом, у меня такое ощущение, как на лифте. Вот тронешься, особенно в ногах. Либо, когда размышляю свои реакции, например, такие же ощущения. Осознала, значит? Значит, да. Очень хочется секса. Себя люблю, а телесно не проявляется. Я в чужой стране. Как быть? Блин, да в чужой стране его можно в море просто найти. Заходите в Tinder. Идите, знакомьтесь. Ну, или там где-то в каких-то влюбленных местах. Вот. На самом деле, если в данный момент вы не хотите этого, значит, ваше желание в данный момент здесь сейчас. Это не иметь. Вы не хотите. Признайтесь. Все начинается с принятия. Каждый раз, когда вы начинаете с собой работать, трансформировать, обращать на себя внимание, первое, что вам нужно сделать, признаться в себе и принять то, что вот все, что вокруг вы видите, я это сотворила, я это принимаю, это мое желание, я так хочу. А уже потом разбираться, для чего я так хочу. То есть, первое, что вы себе говорите, запишите прям, я принимаю, я хочу сейчас не иметь секс. Я хочу не чувствовать в теле оргазмы. Я принимаю это, я хочу сначала принять. Затем уже задаете себе вопрос. А нафига я так хочу? А что мне это дает? Для чего я это сделала? Какой опыт в этом лежит? И наблюдаете, что вы чувствуете при этом, как только начинаете разбирать эти вопросы. Нелли, как ты с такими пониманиями живешь и для чего? Моя жизнь, она без цели и без плана. Она для удовольствия. Как я живу с таким пониманием? Я кайфую. Жизнь – это игра. Мне нравится играть в разные игры. И все, что я говорила, допустим, вчера, оно чур-чур-чур, уже не работает. Я ничего не знаю. И готова открыться новой информацией. Вот. И что будет завтра – без понятия. И вряд ли оно наступит. У нас всегда есть миг сейчас. Как реагировать на сплетни и негатив? Почему вы сплетничаете о себе? Меня очень сильно раздражает, когда меня осуждают. Но это же вы себя осуждаете. Задайте себе вопрос. Зачем я себя осуждаю? Почему я испытываю чувство вины? Почему я испытываю стыд? Я еще и осуждаю себя за этот стыд? Я еще и осуждаю себя за это чувство вины. Но это же вы себя осуждаете. Люди ни при чем. Они играют в вашу игру. Они подыгрывают вам, каждого человека, каждую собачку, каждую кошечку, каждый листик на дереве. Нужно благодарить за то, что они вам показывают то, что расширяет вас. И вы от этого получаете свой опыт. Эти персонажи игры играют с вами в игру, в театр. Понимаете? Они подыгрывают только под ваши желания. Как можно их не любить и не благодарить за это, что они, блин, с вами в эту игру согласились играть. Понимаете? Каждый человек, клеточка головного мозга вашего, проекция, голограмма. Вы сами с собой в эту игру играете. Ну, не интересно же самому себе играть. Как я себя буду познавать, если я не буду себя в зеркале видеть? Я не вижу своих карих глаз, подошла к зеркалу и увидела. Как вы можете себя познавать, если внешнего мира не будет, да, и он перестанет существовать? Просто будет, представьте, белая бесконечность или черная бесконечность или красная. Вот. Как себя познавать? Вы придумываете этих персонажей, чтобы увидеть в себе все, что вам эта киношка показывает. Отреагируйте не на них, а на себя. Так, я очень хотела секса. Все варианты есть, но хочется именно с любимым человеком. Перестала хотеть, как поняла, что я люблю себя больше, чем секс, с кем попало. Вот видите, вы даже себя наделили, кем попало. Но не может никто с вами срезонировать, кто попало. С вами срезонирует ровно тот, по вашему желанию, кому это нужно и вам это нужно. То есть мы с каждым человеком, с каждой проекцией себя, клетки своего головного мозга резонируем тогда, когда нам нужно взаимодействовать, взаимодействуя, получить какой-то опыт. Нету никаких, кого попало. Это вы себя, получается, кем попало считаете? Пересчитайте, перенаделите, перерассоздайте это значение. Все вот эти ваши шаблоны мышления – это рамки вашей головы, которые вас тормозят от этого жизненного потока, от этой движухи, где, блин, вы плывете, не сопротивляясь ничему. И все, что хотите, вот, пожалуйста, наслаждайтесь. Но вы не можете наслаждаться этими желаниями, потому что вы, блин, себя ограничиваете, тормозите и наделяете непонятно, себя наделяете непонятно чем. Но вдруг любовь к себе сильнее, чем любовь к другому, и секс нужно все-таки получить. Нету никого другого. Как только начнете с позиции смотреть, то что все есть мое отражение, других нет. Есть я. Есть я в разных скафандрах, да, человеческих, для познания друг дружки. Клеточки друг друга познают, и вы проживаете триллиарды раз в секунду, там, не знаю, мир просто распадается в ничего и потом собирается делать точный слепок вашего сознания. Мою любимую фразочку повторю еще раз. Предложили новую должность. Сама хотела. Теперь страшно менять. Как сделать выбор? Когда мы выбираем, мы знаем, да, мы о чем говорим в последнее время, не знайте, неинтересно это наблюдать. Когда мы делаем выбор, мы знаем, что нужно пойти сюда, либо нужно пойти сюда, либо сделать вот это, либо сделать это. Мы уже знаем вот этот путь, мы знаем этот путь. Но если вы не знаете, да, перед вами еще открывается бесконечное множество вариантов этих дверей, куда можно пойти. Перестаньте делать выбор. Перестаньте выбирать. Начните наблюдать. Интересно, а какой вариант? То есть доверьтесь себе уже. Доверьтесь себе. Перекладывайте ответственность уже на работы, на должности, на еще кого-то. Перестаньте. Доверьте себе, наблюдайте. И живя вот по импульсу, по желанию, делая, что хочешь, вас этот поток отнесет на ту работу, которую нужно. То есть без всякого сопротивления, без всякого выбора. Мне интересно понаблюдать. А дальше, конечно, действие. Это не лежка на диване. Это не визуализация сидеть на диване и прикидываться, что я в машине. Нет. Это идти и делать то, что нравится. Получать удовольствие от всего, с чем вы взаимодействуете. Идти и изучать себя, блин, как вам сидится на стуле и что чувствует попа. Просто наслаждаться каждым мигом здесь сейчас, наблюдая за собой, блин, что я сейчас хочу, куда я хочу пойти, что я хочу сделать, я хочу петь, петь. Начнете петь кто-то мимо проходящий, а вы на первом этаже, мало ли, живете, окно открыто, постучится, встанет на коробочку, скажет, а вы знаете, руководитель там какого-то театра, блин, услышал ваше пение, пойдемте ко мне, а вы всегда мечтали петь на сцене. Вот я не знаю, как это свершится, и вы это не знаете, и этим и интересно запускать вот этот поток, движуху вот эту, которая вас несет просто ко всем вашим желаниям, интересом своим воспользовать, мне вот интересно. Престать выбирать. Моя связь отключилась на секунду. Нелли вчера писала тебе игнор тех, кто хрень пишет, а сама отреагировала и отвечать стала. А, это вы, Оля, так стали делать, да? Ну вот. А я не могу игнорить тех, кто мне пишет хрень, потому что хрень это не хрень. В любой хрени есть гениальные мысли. Вот. И другие это не другие, это части меня, которых я ни хрена не принимаю. Вот. А надо их рассмотреть. А какой посыл-то мне несут? А что я хочу этим себе сказать? То есть, у меня бывает такой поры взять и заблокировать. Здесь, сейчас. Да, я так хочу. Я беру, блокирую, но я тут же понимаю, что, блин, я же сама себя блокирую. От информации, которую я себе хочу донести. Проходит там час, и я всегда разблокирую обратно. Поэтому, если вы знаете, что я вас заблокировала, помните, что это ненадолго. Не шмага. То есть, получается, ни мужа, ни детей нет на самом деле. И всех людей нет. И я вообще одна. Ну, типа, да. Или другие боги тоже есть. Никого нет. Каждый человек, каждый бог – это клеточка одного целого. Единство. Вы видите себя. Мир вообще голограммы. Я уже в последнее время сомневаюсь, что у меня тело даже есть. Не то, что там люди. Но это пока просто сомневаюсь. Я пока не знаю. За последние недели в доме напротив полностью поменяли старую крышу на новую. Я смотрела в окно и наблюдала, как с твоей помощью ремонтирую свою голову. Обновляясь. Спасибо, Нэль. Классно. Делай только то, что тебе нравится. То придешь со своим талантом и не делай, что не хочешь. Как тебе такое высказывание? Отличное высказывание. Супер просто. Обожай золотые тени. Как красиво на веках. Да. Это еще и фильтр. Прикиньте, сейчас техника-то дошла. Я же ленивая, красится. Я придумала себе офигенные фильтры, телефоны, вот эту связь и сама с собой любуюсь. Блин, круто. Нэля, а если нет интереса? Вот ты говоришь, а интересно, как это по-новому? Ну так живите по-старому. Нет интереса, живите по-старому. Вам иначе нравится жить по-старому. Ну как бы, ну, кайфуете, наслаждаетесь. Что же вы тогда не наслаждаетесь? Либо не врите себе. Мое любимое занятие. Так. Ах, это сложно осознать. Сохраните эфир, пожалуйста. Так много сегодня интересного. Хорошо. У меня мама умерла полгода назад. Надежда, пишет Лукас. Какие-то части вас, понимаете, все люди, которые уходят из вашей жизни, ну, это ваши персонажи придуманные, да, это, ваше тело обновляется. Но вы от себя, и то, чем вы наделили, какими чувствами, там, образ мамы или папы, оно остаётся в вас, оно никуда не уходит. Мама, она даже не существовала, на самом-то деле. Да, но до такого состояния ещё осознать это, блин, походу, надо такой путь проделать. Притягивание тех мужчин. Всегда вы тех притягиваете. Вы именно притягиваете своё зеркало, и никого ни меньше, ни больше. И именно притягиваете... Они все пустые, блин, ну, стаканы, я не знаю. Вы в них накладываете всё, что в себе не хотите видеть. Либо хотите, но не принимаете это в себе. Ну, например, он такой красивый, но в себе эту красоту не хотите заметить. Либо он такой урод, а вот в себе урод вы разглядеть не хотите, и даже осознать, что красота и уродство — это одно и то же. Трансформировать надо эти шаблончики все. Ни с кем нет взаимопонимания. Это у вас самим собой нет взаимопонимания. У вас идёт... Ну, что такое взаимопонимание мужчины и женщины вовне? Вовне — это внутреннее взаимопонимание внутреннего мужчины и внутренней женщины. Вовне — это проекция. Если конфликт вовне, значит, конфликт внутри какой? Между творцом и принятием. Вы не принимаете, что творите. Вы не принимаете, что вокруг происходит. Но не принимаете. Вы всё время это хотите изменить. Но откуда взаимопонимание будет с мужчинами вовне, если вы внутри себя это ничего не принимаете вообще? Вы творите, делаете, живёте, всё, что вы видите, это вы. Но вы себя не хотите таким видеть, хотите всё время изменить. Но при этом это было ваше желание. Вы пожелали творец такой «Окай, сделаю», «Сделал». Вы такие «Нет, всё, переделай». Он переделал, вы такие «Нет, не так, опять переделаю». Но каждый раз он творит ровно по вашему желанию, по вашему запросу. Не меньше, не больше, ровно так, как вы желаете. Но почему вам это не нравится? А не нравится, потому что вы привыкли разделять на плохое, на хорошее, наш мозг такой. Но это тоже классно. Мы так себя познаём. Мы непроявленные, неопознанные. Всё тёмное вытаскиваем сейчас снаружи. У нас вообще перестройка просто идёт в создании. Человек начинает себя познавать. У меня эфир почему-то отключается. Не пойму, во сколько я начала. Главное, я скоро отключится. Надо выйти, чтобы сохранить. Так, я до сих пор это понять не могу. Была на встрече, и тогда мы разбирали, зачем меня бросили люди, через которых я чувствовала свою суперценность, благородство. Но чтобы в себе это начать чувствовать, находить, а не внешне пытаться притянуть, если они не возвращаются. Всё, что ушло, оно уже ушло. Нету этих клеток, вот, волосы отпали, вырастают новые. Перестаньте держаться за прошлое. Прошлого нету. Оно уже ушло, прошло. Впустите его новое. Хватит сидеть и перетягивать, и, блин, один и тот же кадр ленты пересматривать. Подавленные чувства, они в теле или на Микки Маусах. Или это у каждого по-разному отыгрывается. Все чувства в вашем теле, все в вас, все в вас. Всё, что вы не принимаете, вы этими чувствами наделяете других людей. Вы чувствуете, глядя на другого человека, но внутри своего тела это чувствуете. Он козёл, но козла чувствуете вы внутри, так кто козёл? Он дебил. Я чувствую, он дебил. Чувство-то моё, дебильство во мне. Он нытик, я это чувствую. Ну, вижу я в нём. Ну, он такой, да, ну, блин, такой. Ну, чувствую я вот так, внутри. Моё ночьё внутри меня, не в нём. Я просто киношку наблюдаю. Он мне даёт, мне увидеть, что внутри меня сейчас. Вовне нету никого. Проекция, голограмма, просто вообще иллюзия. Мы себя познаём. Чувство внутри. Он неправильный, я чувствую это. Ну, чувство моё неправильности внутри меня. Так кто неправильный-то? А почему он неправильный вообще? А кто сказал, что правильно, что неправильно? Ну, это я сама придумала, что должно быть правильно, что неправильно. Разделила. Я правильно, а он нет. Ну, я-то правильно, я-то знаю, как надо, а он ни хрена неправильный. А надо просто увидеть, что правильно и неправильно – это всего лишь части одного целого. То есть это две стороны одной медали. Рассмотреть их, почувствовать, рассмотреть. Вы чувствуете вот эту вот дисгармонию постоянно, только потому что вы одно хотите в себе видеть, а другое отрицаете. И вот то, что вы отрицаете, вам мир будет показывать. Ну, увидь ты меня, ну, увидь, ну, это в тебе есть, это твоё чувство. Ты смотришь на меня и чувствуешь это внутри себя. Ну, посмотри, ну, увидь. То есть вам мир кричит. Всё, что вы видите, ну, увидь. Чувства там внутри тебя, которые ты видишь, глядя на меня. Почему одни и те же смотрят, одни и те же вопросы? Я вообще не понимаю. Понимаю. Свою мне сразу ответить, что я понимаю. Уже поняла, что всё это есть во мне. А если нет мужика и не тянет? И не надо. Это я целостная или из-за того, что удалили матку? Нет, из-за того, что вы почему-то себя глубже познавать не хотите идти. Все мужчины проекции вовне – это все ваши мужские творческие замашки. Всё ваше творчество во всех мужчинах. В соседе, в Путине, во всех. Проекция вашего внутреннего творца – она во всех мужчинах вовне. И во всех животных вовне тоже. Морского пола, не знаю, если их там различать. Ну, животное – это ваше животное начало, ваши инстинкты, на самом деле. Ну, это, блин, неважно углубляться в эту всю фигню. Просто близкие люди, они глубоко вам показывают то, что вы не принимаете. Почему мы любим людей, которых мало знаем, а чем глубже узнаём человека, чем чаще и ближе он к нам находится и с нами находится, да, тем больше его ненавидим. То есть родители уже какие-то не те, и дети сволчи, вот, и муж-козёл, и жена, блин, какая-то истеричка. А всё потому, что они слишком близко подошли к вам. Ну, то есть вы сами к себе слишком близко подошли, очень глубоко в себя зашли. Но не хотите это признавать себе? Признайте. Возьмите листочек, начните выписывать всё, что вам не нравится. И начните так. Я принимаю в себе, да, я такая, я такая, я такая, я такая. Да, это моё чувство, это моё чувство, это моё чувство. Поблагодарите всех этих персонажей, что они вам, блин, показали вас. Собирайте свою целостность. Вопрос, зачем это надо? Вот, зачем это надо? А может, и не надо. Кому надо, тот, ну, изучает себя. Кому не надо, не надо. Хочу, чтобы они просто вернулись и были в моей жизни. Зачем? Вы это хотите из недостатка внутри вас. Вы хотите внешних этих персонажей, чтобы внутри эти чувства из себя достать, чтобы увидеть, чтобы… Потому что рядом с этими людьми вы испытывали определённые чувства. А сейчас вы думаете, что только они вам эти чувства давали. Да ни хрена подобного. Вы этими чувствами их и создали. Они в вас есть изначально. Вытаскивайте, находите, что они вам давали. Перестаньте перекладывать свою, блин, ответственность на других, что только вот они во мне это вызывают. Пока вы будете в этих привязках находиться, жизни вам нормальной не будет. Где ссылка на этот канал? YouTube-канал и канал статей в шапке профиля моего Instagram. Менюшка и там все ссылочки. Ты просто космос, детка. Да-да-да-да-да-да-да. Космос сам о себе это сказал. Благодарю. Так. Здравствуйте. Нелли, ты прекрасна. Сколько грани. Я так кайфую, слушая, что ты осознаешься. Понемногу учусь. Все, что ты рассказываешь, я такая открытая. Вот. Это вы открытые. Когда вы смотрите на меня, вспоминайте, что вы общаетесь со своей клеткой головного мозга, внутри себя, звуков вовне нет, звуки в вашей голове. Вы сами с собой сейчас общаетесь, чувствуете себя. Это ваши чувства. Это вы открытые, это вы красивые. Это вы сами себе сейчас нравитесь. Это вам сейчас хорошо, это вам сейчас комфортно. Это вы сейчас кайфуете, это вы сейчас радуетесь. Вот, вот, вытаскивайте из себя эти чувства. Хватит на меня перекладывать. Это не я красивая, это вы. До тех пор, пока вы будете все на вне перекладывать, вы себя не найдете. А вы бесконечно всю жизнь занимаетесь только одним делом, найти себя. Так, минута осталась, надо сохранить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Меня бесит с задержкой развития. Дальше не дочитала, перелистала. В общем, задержка развития у кого. Не хотите смотреть на свое развитие? Как перестать дела откладывать на потом? Вообще перестаньте их делать, не нравится, выкиньте, забудьте, и пошло на нахер. Ну, ладно, договорились. Делать сейчас или никогда? Целую. Я пошла.